Приветствую вас! Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о Google Pixel XL, идеальном Android-смартфоне. В первой части речь пойдет о дизайне, экране и программных фишках Android Nougat. Во второй части обсудим камеру, игровую производительность и сделаем финальные выводы. Поехали! Не знаю как вас, а меня смартфоны серии Nexus никогда особо не прельщали. Да, чистый Android, да, доступная, пусть и не всегда цена, да, хороший набор характеристик. Но на другой чаше весов были проблемы с качеством, не самые лучшие фотографические возможности, несмотря на магию HDR+, и чистый Android. Модели Google Pixel, как преемники Nexus, лишились одного из главных преимуществ – привлекательной стоимости. Зато получили великолепную по всем статьям камеру, бескомпромиссное железо и самую лучшую версию Android. Дизайн Pixel и Pixel XL стал предметом обсуждений и споров задолго до анонса. По утечкам смартфоны Google представлялись не самыми симпатичными аппаратами, это если мягко выразиться. После официального дебюта негатива поубавилось, хотя все равно рендеры и большинство фотографий не способны передать красоту устройства. Pixel – тот редкий случай, когда основные положительные эмоции возникают лишь при реальном знакомстве. Вживую стеклянная заплатка Gorilla Glass 4 на спинке воспринимается не как неудачный эксперимент, а как органичное дополнение, превращающее заурядный по большому счету внешний вид в нечто оригинальное. Посмотрите на заднике популярных устройств и скажите, разве сплошная металлическая панель была бы лучше? Фронтальная сторона прикрыта тем же стеклом от Corning и у него также скруглены грани. Правда, что спереди, что сзади скругление практически не ощущается, так как и там и там к стеклу вплотную подогнано металлическое основание. Пройдемся по элементам. Над экраном находится фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Светодиодный индикатор в телефоне тоже есть, прячется у разговорного динамика, но по умолчанию он выключен и его нужно активировать в настройках уведомлений. Почему же Google решила его не задействовать? Потому что посчитала, что загорающийся при уведомлениях экран обеспечивает лучший опыт. И это чистая правда. Слева находится лоток под 1 нано 7, справа кнопка питания и качелька громкости. Высота расположения которых могла бы быть ниже. Клавиша выключения рифленая, ее приятно трогать. Аудиоразъем находится наверху, внизу порт USB-C 3.0, микрофон и мультимедийный динамик. Динамик весьма громкий и чистый, однако если вам по каким-то причинам хочется превратить Pixel XL в Nexus 6P или iPhone 7 Plus, чтобы играли оба динамика, можете воспользоваться модом, заставляющим выводить музыку и через разговорный динамик. Правда, никакой мод не поможет поменять местами щели микрофона справа и динамика слева. Лично я предпочитаю держать телефон в горизонтальной ориентации, левой гранью к себе, но с Pixel XL это проблематично, так как рука перекрывает динамик. Сзади находится модуль основной камеры, двойная вспышка и несколько точек, которые скрывают лазерный автофокус и микрофон. Сканер отпечатков пальцев, названный Pixel Imprint, также расположился на обратной стороне. С его помощью, кстати, можно опускать и поднимать шторку. Общие тактильные ощущения от Google Pixel XL положительные, однако важно понимать, что HTC, выступившая сборщиком моделей Pixel, имеет определенные сложности с созданием минимальных рамок и отступов. Поэтому по габаритам Pixel XL недалеко ушел от немаленького Apple iPhone 7 Plus. Так что если iPhone 7 Plus для вас крупноват, то и Pixel XL наверняка покажется большим, и в таком случае обратите внимание на 5-дюймовый Pixel. Вы получите все фишки Pixel XL, но в меньшем формате. Что касается сборки, то тут HTC превзошла себя. Видимо, Google стояла рядом с плеткой. Детали плотно и ровно подогнаны друг к другу, ничего не скрипит. Однако пользователю следует уделить внимание задней стеклянной части, слегка возвышающейся над металлом. Она вряд ли переживет падение и противодействует царапинам настолько хорошо, насколько способна четвертое поколение Gorilla Glass. То есть царапины со временем будут появляться. Если вас это беспокоит, то чехлы и наклейки – ваш вариант. Экран с диагональю 5,5 дюймов и разрешением QHD выполнен по технологии AMOLED. По умолчанию панель ведет себя типичным для попсового AMOLED образом – сочные краски, уклон в холодные оттенки. В таком режиме классно проводить время за играми, но работа с фото доставляет определенные неудобства из-за неестественности цветопередачи. В частности, из-за задранной насыщенности лица людей выглядят красными. К счастью, есть альтернатива – цветовой режим sRGB, активировать который можно в разделе для разработчиков. С ним экран визуально становится желтее, однако это не значит, что баланс белого уходит далеко в теплую сторону. Скорее он становится натуральным и такой контраст бросается в глаза только первые несколько секунд после переключения синеватого стандартного режима. Цветопередача в sRGB близка к естественной, почти один к одному соответствует Galaxy S7 Edge в основном режиме, и с таким экраном можно не только играть, но и смотреть видео, работать с фотографиями. Диапазон регулировки яркости широкий, олеофобный слой отличный, углы обзора высокие. То есть придраться к экрану Pixel XL чрезвычайно сложно. В основе Pixel лежит новейшая платформа Android Nougat, компания обещает обновлять операционную систему 2 года и выпускать патчи безопасности 3 года. Иными словами, пользователи могут не сомневаться в поддержке. Pixel долго будут с самым актуальным софтом. Оболочка Pixel Launcher эксклюзивна для телефонов Google, хотя ее можно поставить и через АПК. Интерфейс простой, но стильный и удобный. В нем нет ничего лишнего и работает он ультраплавно и быстро. Чистый опыт Android, как он есть. На главном экране при активации местоположения показывается погода. Слева есть пара кнопок Google. Поиск и голосовой ввод. При свайпе слева направо отображается экран Google с подсказками и полезной для вас информацией. Погода, курсы валют, новости, данные о скидках на товары, которые вас интересовали. Google знает о вас больше, чем вы думаете. Список программ открывается взмахом снизу, а закрывается обратным жестом. Приоткрыть шторку уведомлений можно движением пальца от верхней кромки. Второй свайп полностью ее раскрывает. Надо ли говорить, что все эти действия с пролистываниями сопровождаются очень плавной анимацией. У Pixel экран простой, без 3D Touch, но Google это не помешало реализовать контекстное меню у иконок. Просто удерживайте палец на приложении и увидите доступные функции. Уведомления в шторке стали подробнее и нагляднее. Они теперь группируются, а на сообщения можно отвечать, не открывая программу. Появилась многоконность. При открытом приложении зажмите квадрат и сможете разделить экран на две части. Одной из главных фишек Android Nougat стал голосовой ассистент Google. Наподобие Apple Siri. Увы, для русского языка его пока нет, поэтому если вы хотите пообщаться со своим телефоном, переключите язык системы на английский. Фоновые рисунки распределены по 9 категориям и подборка потрясающая. Она включает не только очень красивые и эффектные статичные картинки, но и качественные живые обои, на которые влияют действия на рабочем столе, время суток, ваше местоположение и даже уровень заряда батареи. При желании можно активировать ежедневную автоматическую смену обоев и задать разные рисунки отдельно для локера и рабочего стола. В целом, оболочка Pixel стала дружелюбнее и приятнее той, что была у Nexus. В моем понимании, модели Google Pixel используют чистый Android для широкой аудитории, а старые модели Nexus предлагали голый Android для гиков. Еще один маленький, но красноречивый пример. У Pixel при зажатии кнопки питания появляется меню, в котором вы можете выбрать перезагрузку. У Nexus такого не было. Настройки информативны. Ключевые сведения указаны прямо под пунктами и это очень удобно. В экране можно изменять размер шрифта и масштаб изображения, включать ночной режим. Раздел движения предусматривает быстрый доступ к уведомлениям, проведите пальцем по сканеру и быстрый доступ к камере. Для этого произведите двойное нажатие на кнопку питания. Также этот раздел позволяет переключаться между камерами движениями запястья. А недавнее от обновления добавило включение экрана через дабл таб и активацию дисплея с уведомлениями при взятии девайса со стола. Пасхалка у ноги непростая. При зажатии буквы N появляется кошачья мордочка, указывающая о начале охоты за кисками. После этого зайдите в раздел редактирования клавиш быстрого доступа шторки и переместите иконку пасхалки в доступную зону. Затем поместите в тарелку приманку, корм, рыба, курица, сладости и через какое-то время сможете поймать кота. Какой-то цели у такого собирательства нет, но кошки отличаются внешним видом и можно давать имена, а также пересылать друзьям. Мила. Отдельной строкой отмечу клавиатуру. Удобная, с точным вводом жестами, кастомизируемая. Темы, регулировка высоты, возможность ввода символов удержанием. Это просто лучшая клавиатура. К смартфону Google Pixel XL мы вернемся во второй части подробного обзора. Не пропустите наше мнение о его камере с кучей примеров и игровой производительности. Финальные выводы также не заставят себя долго ждать. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok